Но мы не все время жили в этом районе города. Перед этим мы жили в одном бараке. И вот пример. Спокойная и тихая жизнь при спокойной и тихой Евдокии Ивановне. И какая-то неудачливая при надежде Ивановне. Известной на многие райончики нашего города своим лихим пьянством. Надежда Ивановна душилась изо всех сил мужским одеколоном. А может пила его. Наверное и пила изо всех сил и душилась. Ходила качаясь от столба к столбу в такт революционным песням. Которая она напевала. Или народным. Когда поблизости были или простой народ, или военные. То есть меняла свой репертер. В зависимости от публики. То поет революционную, когда видит милиционера. То солдатскую, когда видит солдат. Или офицеров. То народную. Для всех прочих граждан. Слово граждане, кстати, ее любимое словечко. Граждане, это все ничего. Это все рассосется. Все пройдет, как белых яблонды. Граждане, ну что вы все на меня смотрите. Ну выпила. Я немножечко, да, выпила. А кто сказал, что нам нельзя пить? А как Сережа Есенин пил. Спился бедный молодец. И покатилась его русская головка. Вскрыл вены в гостинице Англитер. Эх, яблочко, куда ты катишься? Ветчика попадешь, не воротишься. А почему вскрыл, продолжал надев диванно. Если около автобусной остановки была публика. Вены в гостинице Англитер. Да, в гостинице Англитер. Сережа вскрыл себе бедные вены. А потому, что пил. Эх, выходила наберег Катюша. На высокий наберег крутой. Отойдя от автобусной остановки, она еще бормотала, роясь в сумки. Опять-таки, черный, рваный и хозяйственный. Только эта сумка не как кошка колыхалась в ее ног, а плелась за ней, как бездомная собака. А вот тут еще есть голос ее затихал. Она доставала бутылку с водкой на донышке, выпивала глоток, затыкала ее опять клочком в свернутой бумаге и встряхивала головой. Кто сказал, что нельзя пить? На! Широка страна моя родная, много в ней лесов, полей и рек. Тут уже до нашего барака оставалось рукой подать, с крыльца уже было слышно ее. Я быстренько закрывал дверь и бежал торопливо по темному коридору в комнаты и говорил матери, идет Надежда Ивановна, пьяная опять. Эх, через две, а может через десять минут, раздавался стук, и мама открывала дверь. А Надежда Ивановна обиженно выговаривала, зачем дверь закрываете? Ну, выпил пролетрят. Так что ж, надо дверь закрывать? Что ж, рабочий класс не может позволить себе выпить? Да, просила меня налить ей чаю, ее сумка забиралась куда-нибудь под табуретку или под стол. Надежда Ивановна затихала. А минут через десять, не попив даже чаю, из стакана уже спала пьяным сном. И виделась ей во сне солянка, неведомая мне. Теперь-то я знаю, если сейчас мне не стучать на машинке, а одеться, да выйти из дома на Дождевую улицу и спуститься с площади Дзержинского. Кстати, Феликс Эдмундович, любимый герой, которого она любила упоминать в своих речах монологах, то и будет идти налево эта самая улица солянка. И снилась ей эта солянка 1917 год, когда ей было семнадцать лет. И видела она, как она, купив у купчишки в лавке мятых фруктов за грош два целый ящик, бежала домой под жадные взоры молодых матросиков. А дома уже сидел ее кавалер, который пришел, стал быть, уже с фабрики, да и играл на гитаре. Мама моя возвращалась в другую комнату обычно в такой ситуации и опять ложилась в постель. В такой ситуации Надежда Ивановна курила, молчала папиросы, молчаливо папиросы, а я согревал брезгливый чай на электрической плитки. А когда она засыпала, как я уже описывал, даже не притронувшись к налитому мной стакану чая, я уже заканчивал молчаливо шнырять по комнатам, как молодой пес, брезгливо принюхиваясь к пьяному угару, который заполнял основательно кухню. Молчаливо опять-таки останавливалась около ее постели, при этом у меня было такое уже исследовательское чувство, как если бы я зашел в человеческий морг и раздумывал о том, как же понять это явление жизни. А когда же я замечал нетронутый или недопитый чай на грязной скатерти с крошками, мне становилось стыдно своей брезгливостью, что редко со мной бывало при виде моего пьяного отца. Вообще сочувствие к положению пьяного у меня появлялось только тогда, когда он засыпает, будь то отец или будь то надежды Ивановны. «Ну, а затем я укатывал к своему столу, где делал уроки об углу комнаты за моей спиной где-то в темноте лежала мать». Она любила себя сравнивать с Обломовым, но Обломов, по-моему, никогда не лежал в темной комнате. Скорее, она лежала как удав и переваривала свои мысли. Я сидел за столом, но уроки не двигались. Я не мог на них сосредоточиться. Ну, бывали минуты просветления, когда я чего-то делал или решал, или писал упражнения, а затем кто прислушивался к тому, что проходил, кто проходил по улице, за зеленой шелковой занавеской с чернильным пятном, то обводил перышком кляксы на промокашке или на черновиках, то читал наподобие билетристики учебник по литературе или химии, или истории. Но на том месте которое от меня требовалось домашним заданием я не мог сосредоточиться. Все время тянуло кого-то в сторону, вперед или куда-нибудь опять-таки подальше, назад. «Да, а я ему говорю», раздавался голос какой-нибудь девицы за окном, затем что-то отвечала другая. Я жадно вслушивался и слышал только удаляющиеся шаги, а слов не мог разобрать. Потом сквозь, потом снова вспыхивал смех вдалеке. Я прислушивался и ничего не мог разобрать, только слышал очень тихо шаги по камням. Шарк, 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 шарк. И вот так целый вечер, мне кажется, что вот так прошли все мои школьные годы. за занавеской около настольной лампы. Но приходил наконец мой отец в огромной шинели и вставала почти совсем трезвая Надежда Ивановна, шипел радостно чайник на электрической плитке под маленьким солнцем электрической лампочки. Он разворачивал газету с хлебом и выкладывал на стол кульки с пряниками и с конфетами. Отец совершенно веселый и вовсе даже не пьяный. Заглядывал в темную комнату, говорил радостно «Голюся, вставай!» Потам с две секунды прислушивался к молчанию в комнате и как будто с полслова понимал такой ответ, а может игнорируя его возвращение к своим кулькам конфет и пряников. Да. Наливал себе чай, или его наливало на диван и достав книжку долго сидел за чаем. Я никогда не видел, как он ложился спать. Вот я в такой ситуации. Я видел, как он курил перед сном у постели. Для этого специально он будил меня. Тогда я вставал, босиком ушел к двери кухни, где висел его шинель и рылся там в карманах среди мятых газет, платков. на кухне, где висел его шинель. Да, я рос там среди мятых газет, платков и всяких служебных бумажек в поисках папирос. А Надежда Ивановна выручала меня, доставая свои папиросы из-под подушки. Отец же опять меня посылал именно за своими. Надежда Ивановна недовольно ругалась, а мне было стыдно за себя и за отца. Утро было радостнее в доме. Я приносил два ведра угля из сарая при хорошем настроении, завтракал чаем и жареной картошкой, которую приготовляла мне мать. Надежда Ивановна подметала пол на кухне, пришивала мне белый воротничок к форме и я выскакивал на улицу. Зимний воздух был свежий и радостный, а летом теплым я почему-то опаздывал дам и с удовольствием в школу. Мельком разглядывая фиалки на пригорке вдоль дороги. Дорога шла в школу вверх по горе, хотя, конечно, можно было идти внизу среди машин, домов и прохожих. Но хорошо, когда в одном и том же месте, но нехорошо, когда в одно и то же место, тем более не очень приятное, как школа, можно идти, а наоборот. Но хорошо, когда можно в одно и то же место, тем более не очень приятное, как школа, можно идти разными путями. Это же так угнетающе действует и забываешь над висящей и над давлеющей на тобой обязанность. Да, школа белое здание. Около него я вспоминал, что некоторые, особенно вероятно, как я, представлял только недавние. Черт, не могу разобрать, что объяснил. И строку потерял. черт, поди. Где же я читал там? В школе было белое издание, около него я вспоминал, что некоторые, особенные, вероятно, как я представлял, только недавно закончили ее, а уже штурманы, младшие помощники на кораблях. Я хотел быть штурманом, младшим помощником сначала на корабле, когда слышал истории про этих парней. Вниз от школы спускаться, пройти мимо дом офицеров, свернуть направо, не доходя до танцплощадки, к оврагу. Дойти до туалета, зайти за него, присесть на солнышке. Вот тут, на камне, и рассказывались все эти истории. И хотя за другой стороной оврага и кинотеатром, и горкомом партии, и домами, и заборами не видно было бухты, Наверное, каждый из нас видел рейд с кораблями и себя в форме на мостике в должности младшего помощника-штурмана. Да, школа, белое здание, мимо которого я пробираюсь, согнувшись под окнами, и вхожу, крадучись в коридор. Но раздается звонок, и все выскакивает наперемену. Я прихожу в свой класс, заталкиваю портфель, на меня никто не обращает внимания. Я выхожу в коридор и встаю, как многие, около стены, и наслаждаюсь переменой. Но с небольшими переживаниями. Знает ли классный руководитель наш преподаватель в Конституции, что меня не было? Но она ничего не знает, и все уроки идут, как обычно. Я сижу и скучаю у строгих учителей и оживленно разговариваю у нестрогих. И не потому, что я такой находчивый и разговорчивый, а потому что все находчивые и разговорчивые, а я-то этого не замечаю. Ну и оживленно разговариваю и думаю, что вот такие мы все веселые, и я веселый. Но это самообман. Да, я ущемленный. Я ущемленный, потому что застенчивый и чужой. Но в минуты полного собладания я вдруг привлекаю к себе внимание всего класса и даже учителя, и говорю в тишине наступившие какие-нибудь смешные вещи, от чего все хохочут. И сам я замечаю уже, что привык к тому, что спекулирую и давно на тему, что я выставляю себя на потеху, со смешной стороны, притворяясь глупым, ну, идиотом, дурачком, чудаком, ну, не знаю кем. Но класс смеется, даже смеется учительница, и я смеюсь от того, что смешно и от того, что я счастлив и благодарен им за то, что оказался полезен. Тот, кто учился в школе, знает цену смеху, ведь в десять лет надо сидеть, не разговаривая, окорпя над науками в страшной тишине. От этой страшной тишины никто ничего и не может понять в этих науках. А, кстати, после мысли смеха даже я первые две-три мысли учителя воспринимаю и понимаю с удовольствием. А потом опять мертвая пауза, и только слышно, как все сопят в ужасно гнетущей тишине, и никак не дождутся звонка. Ну что же, я успеваю в конце всех уроков, когда выхожу по коридору из школы. А, ну что же я усваиваю в конце всех уроков, когда выхожу по коридору из школы. Да, я усваиваю, что у большинства наших одноклассниц очень красивые шеи и воротнички. А поскольку я это видел с последней парты, а у Вари, может быть, и не самая красивая шея, вернее, может быть, и не самая изящная, но самая красивая. А ее глаза самые синие в природе, а кофта у нее самая милая, что фиолетовые чернила у нее на пальцах, как фиалки на пригорке по дороге домой. Ну и западали мне в душу две-три мысли учителя, в начале одна, и в конце урока вторая. Ну, а третий, когда класс рассмеялся, и в середине урока и смеялись, и снялась у меня эта скука и оцепенение. Обратно я иду вдоль заборчика на повороте дороги каменной скала с омхом. Дальше открывается вид на нашу бухту и маленькие домики внизу. У водокачки я спускаюсь, прохожу стороной в метрах двадцати около остановки автобуса и через пятьдесят метров наш дом. Первая дверь в бараке наша. Она всегда открыта. Три ступеньки, длинный коридор. Налево наша квартира, а направо наша соседка. Ее зовут Татьяна. Да, Татьяна моя вторая учительница танцев. У нее маленькая комната, аккуратная, но очень опрятная. Татьяне года тридцать два. Она работала в торговле, в ларьке, с галантереей. Но ее чуть там не посадили. А что произошло, никто не знает. Но я знаю Татьяну. Она не должна ни украсть, ни обмануть. К ней приходят ребята с кораблей. Они пьют вино, курят. Мать ее называет проституткой. Когда в плохом настроении. Стало быть, она не проститутка. Про проститутку говорят тихо и спокойно. Вот, мол, проститутка отдается, Кого подцепит вечером. Ну, Татьяна есть Татьяна. А проститутка, ну, есть ругательство, но не больше. Вот говорят тебе, дурак. И уже все равно, все знают. И тот, кто говорит, и тот, кто слушает, Что ты не дурак. И никто не дурак. А дурак это ругательство. Да, обидно за Татьяну. Но она-то не знала этого ругательства. Так что, чего огорчаться. И опять-таки, если она была любовницей Юрия Васильевича, Моего отца, Ну, проститутка ли она? Нет. Была она любовницей. Не из-за денег. Ну, а просто была. Просто есть такой факт. А почему? Зачем? Как? Этого никто, кроме нее, и его не знает. А узнал-то я об этом десять лет спустя. Хорошая была женщина. Она милая, веселая, с грустными, одинокими и несчастливыми глазами. Никогда не унывала и не злилась. В всяком случае, я этого не замечал. А учила она меня танцем так. Я ей часто говорил, Таня, научите меня танцевать. Она прикусит папироску Со слегка прикрашенными кончиками от помады И говорит Ладно, давай, как-нибудь научу. Несколько раз она меня брала за талию И пыталась водить. Все объясняла. Туда идти два шага, Назад два шага, Перевернуться и вперед два шага. Мне совершенно не нравилось учиться танцевать. И танцы мне совершенно не нравились. А запоминать мне все это было мучительно И неприятно. Я ждал от танцев чего-то другого. Я хотел легко, чтобы было. Просто и естественно. А то о каком удовольствии можно думать, Танцую, если считать шаги Туда и сюда. Но в конце концов у меня стало получаться. Опять-таки Не считая Ходить под музыку И водить ее. Однажды она пришла сама И, по-моему, сама Предложила потанцевать. Мы включили пластинку Отца не было Матери не было Надежды Ивановны не было Впервые запила А когда она запьет, она исчезает на месяц И мы начали на кухне танцевать Она была слегка выпившей И от этого особенно какая-то Привлекательная, грустная И веселая Она мне нравилась всегда Но вот Мы начали танцевать Я чувствую, что это наконец и есть Настоящий танец Нежный и волнующий Когда же Она мне показала, как Можно останавливаться Просреди какого-то па Неожиданно менять направление Движение Скажем, ты шел назад А теперь, не дойдя, идешь вперед После какого-то Молчаливого па Я понял, как это действительно Какой-то красивый прием И понял, что теперь Я смогу, не стесняясь, танцевать В любой компании И с кем угодно Эх, я понял, что он должен быть Импровизационно Когда захочешь Но Танцевали мы Совсем мало И Татьяна неожиданно Ушла С тех пор я действительно Умею танцевать Чувственно И не раз это мне пригодилось Хотя все, с кем мне не приходилось Танцевать Видимо, замечали Что я злоупотребляю этим Да, действительно Кроме этого приема Я ничего не знал И он, давно-быть, быстро Приедался А злоупотребление Идет от излишней и болезненной Скромности Застенчивости И мнительности Мне кажется, что Половина зла На земле Идет от Цинизма И распущенности А другая половина От болезненной Мнительности И застенчивости Позднее в столице Я знал человека Который ругался Беспрерывно А не ругается ли Вся Россия от этого И говорил Женщинам Дерзости Во всяком случае Вещи, которые Которых смущаются Все нормальные люди Он кричал Наигрывая восторг Едва только Знакомясь с женщиной О, какие у нее груди Нет, это настоящая Афродита Он был искусствоведом Кроме того, что Немножко шизофреником Ну, немножко клептоманом Немножко поэтом Немножко художником Да Да А я ужасно волновался Нет Такой женщине я Мечтал Отдаться Да От этого Вот от этой Мнительности Мой отец Зол, чрезвычайно И груб, капризен И истеричен По этой же причине Другой Переспав Женщины И называют ее Проституткой Только для того, чтобы Не робеть перед ней Перед ее красотой Или красотой Любой другой Третий урок танцев Я получил От мужчины На выпускном вечере Он там, вероятно Охотился За нашими девочками Нашими одноклассницами А может быть И не охотился А просто пришел Развеяться Но танцевала Блестяще Причем Без всякого нажима Без всяких потуг Без демонстрации Сложных приемов А очень просто И от этого красиво Не знаю почему Но меня Он не забывал Весь вечер И едва И едва За один вечер Я научился Танцевать Секрет заключался В двух Трех Советах Делать шаги Маленькими Так удобнее Тебе И партнерши Держаться Прямо И не сгибаться Над ней Это И успокаивает И дразнит И это Кроме того Делает танец Красивым То же Как и первые Правила И третье При какой-то Возникающей Музыкальной Мысли Но она Она же Чувствовала В хорошем Смысле слова Уверенно Ее проводить Крепче Брать Ее За талию Чтобы Она видела Что в данном Случае Инициатива Исходит Не от нее Таким образом Скромность И гордость Ее Удовлетворены Да и Ей приятно То что Они Заботятся Развлекают Ее Но конечно Не быть Навязчивым При этом О чем Я часто Забываю А может Не забываю Да Надежда Ивановна Была Работница С большим И разнообразным Опытом Она работала В столице У всяких Знаменитостей Кроме того Что работала Швеей В лагере Куда ее посадили В 37 Году Конечно Неизвестно За что И вот Например Она Работала У Руслановой И по-моему Даже у Шульженко Разумеется Она любила Об этом Рассказывать А точнее Упоминать Это Я не верил Ей И верил Конечно Было приятно Думать Что она действительно Работала у них И видел таким образом Этих людей Про Русланова Она рассказывала Что это была Толстая Здоровая Красивая Тетка Которая Кажется Здорово Пила Кстати Шульженко По ее словам Тоже Толстая Правда Страшная И тоже Здорово Пила Мне казалось Такое однообразие Идет от того Что она Все Выдумывала Но можно ли Открыто Говорить Таким людям Что ты им Не веришь У Надежды Ивановой Было только одно Наверное Платье Длинное И грязное Дай бог Что было Две кофты Сумкой Кажется И то Было Не ее А наша Если в ней Лежала Газета То Не она Я купила А ей Ее дали Где-то В другом Доме Так что Она Тогда Имела Имела Вот эти Выдуманные Моменты В своей Жизни Так это Же Надо быть Бандитом И хулиганом И сволочью Чтобы Отобрать У нее Это Последнее Что она Имела Живя В нашем Далеком Приморском Городке Тоже Человек Пострадал Ни за что Говорил Надев Диванно Вечером Сидя У двери На табуретке Рядом С печкой Надев Папины очки И вдевая Иголку Такая Артистка Была Кто Говорю я Прислонившись К печке Грисе Укол Нее И водя Пальцами По трещинкам В комнате Тепло И уютно И чисто На редкость Редкость Надев Диванно Не запивала И стало быть Это было Зимой Да ведь Я про печку Упомянул Конечно Это был Зимний Теплый вечер В нашей кухне Лидия Козин И Русланова А за что И здоровая У них Работала Ну А Козин Хорошо Пел Спрашивал Я Ну А Козин У меня Совсем Другие Ассоциативные Связи Это будет Рассказ От Третьей Приходящей Работницы